Мы говорим именно об возвращении, мы ничего не прибавляем. Гомеопатия, лекарство, как сроковое, там ничего нет. Я говорю вчера, что ремеди делают путем разведения. Разводят раз в стакане, в втором стакане, в третьем. После пятого, шестого стакана что? Вы не имеете ничего. А что работает? Работает некая печать, некое отображение энергетической патогенезы того изочаренного вещества, с которого сделан этот препарат. Если съесть килограмм луку, человек плачет. Например, съездить килограмм луку, человек начинает плакать. У него лежат глаза, у него начинается насморк, у него краснеет лицо. Все раздражает. Кто бы его не трогал, что он напоминает картину гриппа, приходит тот же самый человек. Дайте ему это ремеди. И так как эти симптомы проявляются, они проявляются по какой причине? По причине, что есть какая-то духовная дисгармония. Окей? Вот на эту духовную дисгармонию я должен дать реме, сделанную из лука, в патогенезе которого есть. Вот это самая духовная дисгармония, которая подобна под симптомом. Все, что это работает. Как только это уничтожать. Есть законы в физике. Два одинаковых, абсолютных состояния, энергетические состояния в одно и то же время, в одном и том же месте. Не могут существовать одновременно. Они уничтожают друг друга. Все, они уничтожают друг друга. Как только пропадает причина, выравниваются физические симптомы. Вот вся гомеопатия в двух словах. Что может быть лучше? Я так понимаю, что не по этому. Не с этим все. А с тем, что гомеопатия, в принципе, подобно-подобно, а в медицине, в официальной медицине подобно-подобно не есть. Ну, мы в самом медицине не есть подобное-подобно. В самом медицине, как он вчера сказал, если вам горько во рту, вам дадут одну шоколадку, чтобы вам было слаще. А в гомеопатии, наоборот, если вам горько во рту, вам дадут еще немножко перца, чтобы вам было не горько, а в соответствии слаще. Как, вы знаете, например, человек замерезает где-нибудь в снегу. Окей, как вы первым делом отогревают? Берут, он и сам не снег, растирает его снегом для того, чтобы он разогрелся. Это же так просто. Я вам могу дать маленький совет. Все вы имеете дело какими-то домашними приборами. Вы готовите что-то, обожгли руку. Я понимаю, это больно. Что первым делом делают? Суету и подводу? Абсолютно неправильно. Потом возникает волдырь, больная. Все, что нужно сделать, завязь огонь. И просто постараться, это немножко больно, но постараться несколько раз провести руку на дальнейшем. То есть, поставить ее прогреть. Вы увидите удивительные результаты этого. У вас просто через одну секунду, через минуту, через полтора раз пропадет боль. У вас пропадет, не только пройдет, у вас не будет ни волдыря, ни покраснения. Каким образом? Ну, вот это вот есть гомеопатия. Это очень просто. Не кой гомеопатия, вы можете ее сделать дома. Это домашняя гомеопатия. Ну, так, я знаю, что гомеопатия. В целом медицине рекомендует именно холод и тепло. И тепло, потому что замерзает. Если вы даже холод, вода. Самое простое, что если более слезно, то уже не вода. То есть, если я врач, значит, у меня шансов, как вы считаете, у вас нет. Ну, я не думаю, если вы врач, я вообще обычно говорю на этот случай, я отвечаю обычно так. Смотрите, если вы врач, давай любой человек, если у него IQ больше, чем 85, чуть больше, чем вы шимпанзе, да? Не нужно быть, как у Мадонны, 155. И он открыт, как бы, к своему новому, то шансы почему нет? У меня есть очень хороший друг, Коби Фрид, Яков Фрид, замечательный израильский гомеопат, великолепный, врач-педиатор. Врач-педиатор, и он не занимается сейчас какого-педиатрической практикой, он занимается гомеопатической практикой. Человек открытый, он один из самых блестящих гомеопатов в Израиле. Почему? Он мой большой друг, почему нет? Да, извините, но у него, наверное, он, наверное, давно занимается гомеопатой. То есть, я имею в виду, он закончил институт, и это вскоре начало? Нет, 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 ну, ему уже лет, наверное, нет, он, как бы, не очень пожилой, он где-то 48, старше меня, он 30-48. Ну, нет, он гомеопатия, насколько я знаю, он практикует гомеопатию где-то 15 последних лет. Институт он закончил намного раньше. Он долгое время работал врачом-педиатром в Израиле, достаточно успешный. Пока он не пришел к выводу, что это не кто, потому что я понимаю, что у врача есть какие-то установки, да, но если вы опять открыты чему-то новому, чему-то логичному, понимаете, в чем привезли мои апатии? Все говорят, что оно недоказуемо, а зачем доказывать логику, если это логично? Ну, как вам сказать, ну, все в этом мире подчиняется законам. Законов немного, законов 32. Ну, закон один, на самом деле, называется автор Аха-Камоха. Возлюби ближнего, как своего себя, окей? Это один и один из них законов, все, больше нет законов. Возлюби ближнего, как самого себя. Но для того, чтобы понять закон, этот один и один из них еще 32 закона. Вот они более простые для понимания. Но как только вы их понимаете, вы можете пользоваться ими и приглашать их к любой ситуации в жизни, как, знаете, как это самое, как шаблон. То есть, есть ситуация, которая может быть навороченная с множеством деталей, с множеством понятий, вы не понимаете, откуда у нее растут ноги. Но когда вы знаете закон, вы всегда увидите тему. Когда вы увидите тему, вы всегда поймете, где причина. Вы знаете, что любая проблема перестает считать, как вы находите причину. То есть, вы когда задавали себе вопрос, в чем, в принципе, что людям не хватает. Вот вы люди, не знаю, религиозные, не религиозные, я человек верующий, да? Вот мы все люди, скажем так, верующие. Вот что человеку не хватает? Вот мы ждем все мессию. Христиане ждут Христа, там, иудеи ждут Машиаха, там, эти ждут Будду и так далее. Вот что такое для вас Мессия, Будда, Христос? Кто-то может мне сказать? Любовь. Любовь. Хорошо сказано. А что такое любовь? Ну, все тоже вкладывается в том, что возлюбили. Что-что? То же самое, как бы, ну, так как, ну, то же самое, и то, что, как бы, закон. Ну, это очень общее. Я не говорю, что такое любовь, на самом деле. Что это значит? Вы даже разлюби ближнего, как себя с тебя. Это очень просто. Что такое, как возлюбить ближнего, и как само себя с тебя. Ведь в этих трех, там, пяти словах, там, заключено очень много смысла. Ну, надо помнить. И вы можете, я вам дам подсказку. Вы должны понять, что Мессия, или Христос, или, неважно, как мы его называем, должен вам чего-то, да, чего вам не хватает. Правильно? То есть, он должен вам восполнить вашу нехватку. То есть, он должен вам восполнить вашу нехватку. То есть, мы не говорили так, когда я спрашивал свою бабушку, у Царства небесное. Я говорю, бабуля, что ты как коммунист? Он говорит, ой, ты знаешь, ты придешь в магазин, добыть все. Вот все, что хочешь. Это было там начало 70-х годов, как раз, когда всего не было. Вы помните, да, Россия, вообще ничего не было, кроме кильки в томатном соусе. Вот мы ходили по магазинам, смотрели на эти пустые гладки, и говорили, что это будет все. Это будет коммунизм. То есть, она была коммунистом, она была бухгалтером, очень большой, у них про обычного завода. Вот такой, знаете, сталинский закал, коммунистом. Искренне верила, но в принципе она верила в того самого Христа, только в образе коммунизма, который даст ей все. В том же самый Христос. А что Он принесет вам? Что того, чего вам не хватает? А чего вам не хватает, Господа? Ну, не задавайте на такой вопрос. Все очень просто, все очень и очень просто. Чего вам не хватает? Не хватает, когда вы не понимаете своего мужа, ваш муж не понимает вас, вы не понимаете своего начальника, ваши дети не понимают вас. Все, в одном слое понимание. Все, ничего в этой жизни никому не нужно. Когда вы будете понимать, понимать, где лежит хвост проблемы, проблемы перестают существовать. Когда я вас не понимаю, это проблема, это вражда, это меняется. Все, что угодно может перерасти. Когда я вас понимаю, я могу простить. Говорят, не просто простить, нельзя просто простить, нужно понять, пойми и прости. Не говорит, прости и пойми, говорит, пойми и прости. То есть все просто с одного понимания. Моисей или Христов, Северин Пута, все, что они принесут в этот мир, это понимание, когда вы будете знать причину, следственную связь. Поэтому, когда я сказал, что в этом мире это все подчиняется 32 законам, понимая которых, прикладывая которые к любой ситуации и обнаруживая проблему, для вас ситуация перестает существовать. Когда человек ходит и все время подворачивает ногу, ему дают ремеди не того, что у него вывихнула связка, а потому что он все время подворачивает ногу. Значит у него ситуация такая, она зашла и вдруг открылась дверь, забежали дети, какой-то шум, какой-то гам, потом все время мешали, какие-то телефоны, какие-то звонки. Я говорю, это ваше ремеди. Теперь посетите, скажите мне, пожалуйста, что у вас в жизни? Я уверен, что у вас в жизни все время какие-то помехи. У вас по жизни тут помехи. Вот да, вот здесь, мне 10 дней назад был абор, там выкидыш, тут любимый остаток, тут то, тут все, тут люди вмешиваются. Вот это, вот умение это видеть, как совершенно не связанных или неотносящих делать детали, вот это есть искусство гомеопатии. Когда вы видите, что вот этот закон прикладывается и сюда, и сюда, и сюда, все, что мне нужно услышать в вашем рассказе, это ту же самую генеральную линию, ту же самую матрицу, ту же самую таблицу, или тот же самый шаблон, и предложить его в том, что у вас там какие-то там размышления по поводу философии определенного уровня, и у вас геморрой. Вот это вот связать, вот это есть гомеопатия. Как только вы это видите, 32 закона, в нашей школе мы их вам дадим, без всяких проблем. Мы пришли, мы... Нас два закона не для гомеопатии, то есть два закона жизни. Да, конечно, естественно, гомеопатии. А, что такое гомеопатия? Гомеопатия, это искусство исцеления. Субтитры создавал DimaTorzok